Я приветствую вас, братья и сестры. Когда мы знакомимся с человеком, у нас очень естественным образом складывается собственное впечатление об этом человеке. Это впечатление складывается в нашем разуме по делам человека, порой по внешности человека и в большей степени по качествам характера человека. По внутренним качествам характера в своем разуме мы делаем оценку о том или ином человеке. И если нам сказали бы следующее описание о незнакомом человеке, что бы мы подумали о нем? Давайте мы представим себе такого человека. У этого человека очень низкая оценка своей духовности. Он понимает, что он не способен решать свои духовные проблемы сам. Он понимает, что просто не имеет в себе достаточных духовных ресурсов. И это прямым образом отражается на его гордости. Он не горд, но нищий. У этого человека особая чувствительность к своему греху. Когда он согрешает, несмотря на масштаб греха, когда он оступается, он плачет и сокрушается. Он полностью осознает свой грех и более того, он осознает свою греховность. Он знает свою греховную природу. Он знает, на что он способен. Это человек кроток. Он умеет держать себя в руках. Он умеет сдерживать негодование. Он умеет контролировать свои чувства. В этом он силен. Этот человек желает жить праведно. Он желает, чтобы его ежедневная практическая жизнь отражала Божьи принципы. Это желание очень заметно. Он действительно хочет, чтобы он жил благочестиво и свято. Этот человек искренне проявляет заботу о других. Он переживает о состоянии других. Он жертвует своим временем, он жертвует своими ресурсами ради других людей. Он делает это из любви к ним. Этот человек очень заботится о чистоте своего сердца. Он понимает, что его сердце, его внутренний мир очень важен. Важны его мысли, его эмоции, его желания. Он хочет, чтобы там, в глубине его внутреннего мира, было чисто. И так же этот человек желает мир. Мир между людьми. Он видит там, где его нету. Он видит там, где мир отсутствует. И он желает примирить. Он желает примирить людей с Богом. И он желает иметь мир в своем сердце. Можно назвать его распространитель мира. Что бы мы сказали о таком человеке? Наверное, мы бы хотели дружить с таким человеком. Наверное, мы бы хотели быть рядом с таким человеком. Наверное, мы бы хотели следовать за таким человеком. Наверное, мы бы хотели, чтобы такие люди учили наших детей в школе. Правда? Наверное, мы бы хотели, чтобы человек с такими внутренними качествами занимал высокую должность где-нибудь в государстве. мы бы избрали такого человека. Нас впечатляют такие внутренние качества человека, правда? Нас привлекают такие внутренние качества, и нам кажется, что таких людей должны любить все. Ведь любому человеку, христианину или нет, такие качества должны звучать привлекательными. Кто бы не хотел быть рядом с такими людьми, людьми смиренными, кроткими, милостивыми, миротворцами. Нам кажется, мир должен не только принимать таких людей, но даже возвышать таких людей, правда? Почему же таких людей, по словам Иисуса Христа, в Нагорной проповеди, в этом мире ждет поношение, гонение и изгнание? Почему мир, по словам Иисуса Христа, будет стараться всячески избавиться от таких людей? Изгнать таких людей, а не наоборот, принимать, любить и ценить? Давайте мы откроем наши Библии и вместе прочитаем Евангелие от Матфея, 5 глава, где Иисус говорит о таких людях. Первые 12 стихов – это Нагорная проповедь Иисуса Христа. Во внимание мы возьмем 10, 11 и 12 стихи. Это заключение первой части Нагорной проповеди. Это заключение блаженств. Но мы прочитаем первые 12 стихов вместе. Евангелие от Матфея, 5 глава, 1 12 стихов. «Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отвержив уста свои, учил их, говоря, «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное! Блаженны плачущие, ибо они утешатся! Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю! Блаженны алчущие и жаждущие праведности, ибо они насытятся!» «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут! Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят! Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими! Блаженны изгнанные за праведность, ибо их есть Царство Небесное! Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня! Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах! Так гнали и пророков, бывших прежде вас!» Иисус Христос проповедует весь небесного Царства! Принципы небесного Царства! Он начинает свою проповедь из внутри человека! Блаженство на горной проповеди, которое мы только что прочитали, является внутренними качествами каждого гражданина небесного Царства! Они касаются каждого христианина! Этот список, как мы называем, блаженств, имеет свою последовательность! Иисус не говорит спонтанные мысли, мы не должны смотреть на слова Библии вне их контекста! Автор развивает свою мысль! Проповедник проповедует проповедь, учитель учит урок, что же автор говорит, что же автор хочет передать! Иисус Христос рисует картину людей с определенными внутренними качествами! И последнее блаженство в Его списке слушателей того времени, на той горе, так и на сегодня, должно побудить глубоко задуматься! Оно должно вызвать в нас много переживаний и вопросов, если мы вникнем в эти слова, блаженны, изгнаны за праведность! Ибо их есть Царство Небесное! То, что ожидает людей Божьего Царства на земле, это гонение и преследование! Два слова, которые, в принципе, не должны стоять вместе в одном предложении, это блаженство и изгнание! Иисус говорит, что Божие благоволение пребывает на тех, которые переживают гонение ради праведности! Люди, которые переживают страдания ради праведной жизни и ради следования за Иисусом Христом, названы счастливыми и благословенными! Блаженными! Когда мы говорим о гонениях на церковь или христиан, у нас у всех разные переживания! Некоторые, сидящие в этом зале, пережили в своей жизни время сурового гонения в Советском Союзе! Некоторые, сидящие в этом зале, может быть, даже потеряли близких людей из-за гонения на церковь! Эти слова имеют особое значение для таких людей! Для людей помоложе в этом зале эти слова, скорее всего, вызывают размышления о суровых гонениях, которые происходят сегодня в мире на христиан! Особенно о некоторых странах, где сегодня существует огромное притеснение христиан, страны, как Южная Корея, Сомалия, Судан, Индия, Афганистан, Пакистан и много других! Мы действительно живем во время, когда по численности умирает больше христиан за их веру, чем когда-либо в истории человечества! По статистике, организация открытой двери, организация, которая служит гонимой церкви по всему миру, «Сегодня в один месяц умирает 255 христиан за их веру! Сегодня в один месяц 66 церквей переживают нападение! Сегодня в один месяц 160 христиан арестованы без судебного процесса! 215 миллион христиан сегодня переживают высшую степень гонений по всему миру! Это значит, один из 12 христиан на земле переживает высшую степень гонений! Слова Иисуса Христа сегодня особым образом звучат для таких христиан, блаженны, изгнанны за праведность, ибо их есть Царство Небесное! Эти слова звучат как особое утешение для таких людей, но давайте мы посмотрим на этот текст Писания, как будто он написан сегодня нам, христианам, живущим в городе State College в 2019 году. Каждому из нас, потому что мы тоже являемся гражданами Небесного Царства, и то, что говорит Иисус Христос, касается и нас с вами. Три мысли из прочитанного текста Писания. «Изгнание за праведность не равно изгнанию за легкомыслие». Или можно сказать «Изгнание за праведность не равно изгнанию за дерзость». Изгнание за праведность не равно изгнанию за бессмысленные поступки. Изгнание за праведность не равно изгнанию за религиозный фанатизм. Изгнание за праведность не равно изгнанию за заслуженные поступки. Не все изгнание можно назвать изгнанием за праведность. Иисус Христос говорит блаженный, изгнанный за праведность Иисус говорит о гонении, которое касается человека, который имеет определенный образ жизни Христиан, живущих праведную жизнью, будет постигать гонение и изгнание Изгнание приходит в их жизнь просто потому, что они живут праведно Настолько испорчено сердце человека, что даже такое понятие, как изгнание и гонение, было порой искажено людьми В 1960 году автор по имени Иосиф Бейли написал современную притчу, которую он назвал «Дирижабль Евангелия» История, которую он сам придумал, конечно, преувеличивает, но и подчеркивает сомнительные новые методы евангелизации Которые стали популярны среди христиан того времени Это притча о группе христиан, которые решили евангелизировать свой небольшой город Новым методом купив «Дирижабль» И летая над городом, они привлекали внимание жителей на надпись, которая была на «Дирижабле», которая призывала людей к покаянию Город принял первую акцию с вниманием и терпением Через короткое время они заметили, что надписи недостаточно Они решили сбрасывать христианские трактаты на жителей города с неба И к этой акции жители города отнеслись с терпением Через небольшое время они решили, что нужно увеличить эффект еще больше И решили приобрести аудиоаппаратуру для «Дирижабля» И «Дирижабль» летал над городом день и ночь, провозглашая громким голосом в рупорт, что людям нужно покаяние Терпение города на этом кончилось В одну ночь «Дирижабля» сорвали аудиоаппаратуру Ирония истории в том, что владельцы «Дирижабля» посчитали в ту ночь, что они стали гонимы Ради праведности Писатель подчеркивает очень острую мысль в этой истории Не все гонение можно назвать гонением за праведность Изгнание за праведность не равно изгнанию за легкомыслие Праведность, о которой говорит Иисус Христос, является внутренним качеством характера Праведность – это жизнь в соответствии с Божьим Словом Праведность – это жизнь в соответствии жизни Иисуса Христа Апостол Петр, писав послание к христианам, хорошо понимал разницу между страданием за собственные дела, на которые способны христиане, и страданием за праведность Он предупреждает христиан в своем первом послании, первое послание Петра 4, 15 и 16 Только бы не пострадал кто из вас как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь Есть особое страдание или гонение, которое апостол Петр называет страдать как христианин Или быть изгнанным как христианин Именно об этом говорит Иисус Христос в Нагорной проповеди Какое оно? Какое страдание или гонение можно назвать гонением за праведность? Вторая мысль Изгнание как естественное явление жизни христианина на земле Изгнание как естественное явление жизни христианина на земле Блаженные изгнанные за праведность, ибо их есть Царство Небесное Последнее блаженство очень похоже на первое блаженство в Нагорной проповеди Иисус повторяет ту же фразу «Блаженный нищий духом, ибо их есть Царство Небесное». «Блаженный изгнанный за праведность, ибо их есть Царство Небесное». Это не ошибка. Этот литературный прием в изучении Библии называется «инклузио», когда две одинаковые фразы работают словно скобки в начале и в конце мысли. Повторяющая мысль, поставлена в самом начале и в конце, является главной мыслью автора. Это то, на что автор хочет обратить внимание слушателя, и все, что находится посередине этих фраз, только укрепляет и усиливает главную мысль. Вот почему первые десять стихов Нагорной проповеди нужно читать как одно целое. Главная мысль блаженств Нагорной проповеди – это фраза, которая повторяется «Ибо их есть Царство Небесное». Весь список блаженств касается одной группы людей, тех, которые уже есть Царство Небесное. Весь список касается христиан, живущих на земле, но уже принадлежащих Небесному Царству. Весь список без исключения, включая и гонение за праведность, касается людей, принадлежащих Небесному Царству. То есть, братья и сестры, нас с вами. В 11 стихе Иисус обращает свое внимание на учеников, чтобы они не пропустили этой мысли. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня». В этих словах нету сомнения, в этих словах нету исключения. Иисус Христос не говорит «Блаженны вы, если будут поносить вас». Он говорит «Блаженны вы, когда будут поносить вас?» С самого начала гонения и притеснения ожидало учеников Иисуса Христа на пути впереди. Поношение, гонение, злословие – это естественное явление против христиан в мире. В грешном мире, который находится во вражде со Святым Богом и с Его Царством. Апостол Павел пишет свое послание возлюбленному ученику Тимофею и говорит следующие слова. 2 Тимофея 3, 10 и 12. 2 Тимофея 3, 10 стих. «А ты последовал мне в учении, житьи, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня в антиохии, иконе, листрах, каковые гонения я перенес и от всех избавил меня Господь». И 12 стих. «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». Опять очень категоричное заявление теперь апостола Павла. «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, без сомнения, будут гонимы». Христиане первого поколения говорили о гонении, как о естественном явлении жизни христианина на земле. Но появляется вопрос, почему? Почему мир будет поносить, гнать, злословить христиан? На каком основании? При какой причине? Джеймс Монгамри Бойс в своей книге «Нагорный проповедь» говорит об этом следующее. Когда Иисус пришел в мир, в праведности, Он обнажил зло мира. И люди возненавидели Его за это, ведь до Его прихода люди могли вскрыть свое лицемерие, ложь, нечестность, эгоизм, жадность и длинный список других пороков. Они могли оправдываться, сказав, что другие люди такие же, как они сами, и что в некотором отношении они даже лучше других. Но когда пришел Он, все эти пороки были вскрыты и обнажены. Люди возненавидели разоблачение своих внутренних сердец, и они убили Христа за это. Подобным образом люди будут ненавидеть любое разоблачение их злой природы, которое исходит от познания праведности Христа в Его последователях. Помните слово, которое я сказал вам, раб не больше Господина своего, если Меня гнали, будут гнать и вас. Говорит Иисус Христос, Евангелие от Иоанна, 15 глава, 20 стих. Когда люди соприкасаются с жизнью христиан, святая жизнь христиан, праведность христиан вскрывает злой темноту в сердце людей. Так было и в начале, когда один брат, смотря на праведную жизнь своего родного брата, пришел к решению лишить его жизни. Праведные дела брата обнажали лукавое сердце Каина. Каждый праведный поступок Авеля разоблачал темное сердце Каина. Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего, а за что убил его, за что? За то, что дела его были злые, а дела брата его праведные. 1 Иоанна 3, 12. Существует вражда между светом и тьмой. Существует вражда между праведностью и между злом. Принципы Небесного Царства противоположны принципам земного царства. Земное царство во вражде с Небесным Царством, которое проповедует Иисус Христос. Вот почему праведное решение работать честно на работе днем и за дня вскоре приведет в негодование сотрудников, которые нечестно поступают на работе. Праведная жизнь будет вскрывать их зло. Вот почему праведное решение воспитать детей по принципам Божьего Слова принесет негодование со стороны других родителей в мире, учителей и даже государства. Вот почему праведное решение сохранять святость семейных отношений принесет за собой насмешки и злословия. По словам Иисуса Христа, это то, что нужно ожидать. Все больше и больше враждебное отношение мира к Церкви, которое мы видим и чувствуем сегодня, соответствует тому, что переживали наши братья и сестры в истории Церкви. У нас есть огромное количество доказательств на страницах истории Церкви тому, что слова Иисуса Христа в Нагорной проповеди сбывались и сбываются. Достаточно взглянуть в любой период истории Церкви на земле, чтобы убедиться, что время, в котором мы живем в Америке сегодня, на самом деле не является нормой. Почти никогда Церковь Иисуса Христа не переживала такую свободу, как мы переживаем сегодня. Вот почему нам не нужно сильно удивляться, когда мы видим и ощущаем, что тьма все больше и больше сгущается вокруг нас. Изгнание – это естественное явление христианской жизни на земле, потому что мы не от этого мира, потому что мы не от этого Царства. Третья и последняя мысль. Изгнание, как соединяющее звено праведников всех поколений. Изгнание, как соединяющее звено праведников всех поколений. 12 стих, 5 глава Евангелия от Матфея. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика Ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде Вас. Призыв к радости и веселью посреди гонения звучит почти неуместно для нас. Но это всего лишь потому, что мы не полностью не осознаем то, что ожидает праведников на небе. Иисус Христос не просто говорит ученикам радоваться и веселиться без причины посреди гонений. Причина радости и веселья христиан заключается в том, что гонения и страдания на земле несравненно меньше, чем великая награда, которая обещана и которая ожидает праведников на небе. Всех праведников на небе. Это то, что дает стимул христианам, это то, что дает надежду страдать на земле. Апостол Петр был на той горе в тот день. Он слышал ту проповедь. Урок учителя остался в сердце ученика. Спустя время апостол Петр пишет послание рассеянным христианам, христианам в гонениях. И он говорит им очень похожие слова в своем первом послании. Он не говорит им, что их страдания на земле скоро прекратятся или их не встанет, или их станет меньше. Но он обращает их внимание на тот день, в будущем, когда Иисус Христес вернется за ними в славе. 1 Петра 4, 12. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя Христова, то вы блаженны. Ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас, теми Он, улица, вами прославляется. Страдания и гонения христиан, граждан Небесного Царства, полностью закончатся, когда Сам Царь придет за своими. Пока это не произошло, ученики на той горе, и мы с вами в хорошей компании. Если мы переживаем страдания за праведность в этом мире, если мы страдаем, как христиане, то мы в хорошей компании праведников всех столетий, праведников Ветхого и Нового Завета. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Многое изменилось за шесть тысяч лет на этой земле. Культура изменилась, география изменилась, изменились языки, изменились царства, правления, но и не изменились гонения на праведников. Не изменилась вражда между миром и Небесным Царством. Иисус не говорит новозаветную идею, это не новая идея Библии, наоборот, Он говорит о том, что соединяет всех праведников, всех поколений, от Авеля до нашего дня. Это то, что ожидает всех людей, живущих праведно на земле. На этом Иисус Христос заканчивает первую часть Своей проповеди. И если смотреть на этот список, как на качество каждого гражданина Небесного Царства, что и говорит Иисус Христос, то каждое из этих качеств обращено лично ко Мне. Каждое качество проверяет наш характер. Каждое качество побуждает задаться серьезным вопросом, живу ли я принципами Небесного Царства, являюсь ли я гражданином Небесного Царства. Последнее качество из всего списка самое весомое. Переживаю ли я притеснение со стороны мира из-за того, что я избираю жить праведно? Или жизнь моя никак не отличается от жизни мира? Если мы будем честны, то, конечно, мы далеко, не всегда проявляем весь спектр блаженств Нагорной проповеди. Не всегда мы нищий духом, не всегда мы плачем о своих грехах, не всегда мы кроткие, не всегда мы жаждем праведности, не всегда мы милостивые, не всегда мы чистые сердцем, не всегда мы миротворцы, не всегда мы притесняемы миром из-за нашей праведности. Но вот почему Нагорная проповедь называется Нагорной. Иисус Христос проповедует высоту небесного совершенного Царства. Он проповедует то, что мы не сможем в совершенности исполнить здесь на земле, но Он проповедует то, что Он Сам в совершенности уже исполнил. Блаженство Нагорной проповеди – это картина человека небесного Царства. Но также Блаженство Нагорной проповеди – ничто иное, как картина жизни самого Иисуса Христа. Блаженство Нагорной проповеди – это наш Господь. Он в совершенности проявляет все внутренние качества характера, о которых проповедует. И мы спасены им. И жизнь Иисуса Христа не только вменяется нам в праведность, но постепенно жизнь Иисуса Христа посредством Его Духа в нас становится нашей жизнью. Все больше и больше внутренние качества Небесного Царства должны вставать нашими качествами. Бог работает в нашем сердце. Он изменяет нас в образ Иисуса Христа. Пусть будет Ему слава в этом. Аминь. Давайте помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok